Приветствую вас. Отвечая на единственный вопрос, который вы задаете, мне бы хотелось сказать следующее, что себя переделывать ни в коем случае не надо, и исправлять себя тоже не надо, потому что переделывая и исправляя себя, вы ни в коем случае не помогаете себе, а наоборот еще больше вредите. Дело в том, что вы, ну вот, как бы это сказать, предполагая, предполагая некоторые изменения, да, некоторую переделку, да, исправление некоторое, предполагая у себя, вы по сути, по сути дела, вы продолжаете всю, ту же модель поведения и отношения к себе, такую же, какая у вас имеется до сих пор. То есть, вот, как вот вы чувствуете, что у вас наценка занижена, да, как вы чувствуете, что комитет депрессии, вот это все, да, у вас, вот, вот это все про исправление, опять же, это все про исправление, исправление, потому что исправить себя, значит, по сути, подавить, подавить свое «Я», подавить свои желание, свои стремления, подавить самого себя. вот тогда тогда как на самом деле нужно чтобы вы напротив напротив раскрывали себя раскрывали себя именно таким какой вы есть то есть я имею я имею ввиду я имею ввиду вы раскрывали себя свою индивидуально свои черты уникальные свои особенности приносили и в свою реальную жизнь и вот в взаимодействии с другими чтобы вы по-другому относились к себе поэтому начинать нужно в первую очередь именно с того чтобы перестать в себе видеть недостатки недостатков как искал их нет есть определенные черты человека которые которые в той или иной степень либо ему вредят либо приносит пользу и вред и польза определяется самим человеком то есть человек мирил от всех вещей только он только вы а не никто либо другой понимаете поэтому первое это изменение отношения к себе соответственно я хочу чтобы вы выписали свои негативные и позитивные черты стороны стороны я хочу чтобы вы каждый из позитивных и негативных у нас сейчас сторон дописали источники то есть откуда вы это знаете и ну например антоним то есть если у вас какая то есть позитивная сторона я хочу чтобы вы знали чем это вам вредит да то есть как и как это может ну негативно сказывать сказывать на вас если это минус то как может вам на пользу этот минус действовать вот сначала это так то есть от полюсного восприятия себя переходите к больше полимерному ситуационному целевому восприятию понимаете больше эгоцентричному а не социоцентричному восприятию да то есть ориентируйтесь на то что больше важно и ценно именно вам и на пользу именно вам а не другим людям дальше эм так в голове происходит что ты что пациент смирное настроение эээ смирное настроение у вас имеет место быть из-за того что вы не знаете и не отдаете себе отсчет своих чувствах какие чувства вы испытываете какие эмоции вы испытываете к чему эти эээ чувства и эмоции грубо говоря вас подводят к чему чувства и эмоции эээ вас стимулируют какие эээ желания например стоят за ними за этими чувствами за этими эмоциями вот это все необходимо также разбирать в этом смысле я рекомендую вам а книгу практикум по геострит терапии а ее можно найти а в интернете вот почитать там есть упражнения которые вам помогут далее нет единого личностного характера ну единый личностный характер это очень ээээ оторвание от реальности а вообще конструкт а характер это одно личность это совсем другое вот личность это выбор и соответственно ориентация на критерии выбора характер это то о чем мы с вами говорили это черты позитивные или негативные вот дальше вы пишете что ээээ в школе вы были тихим очень мало с кем общались а с чем это связано то что вы были тихим строгие родители или гиперопекающие родители ээээ какие установки какие установки какие мысли какие цели задачи вы преследовали будучи тихим в школе вследствие чего каких ориентиров вы выбрали для себя именно тихое поведение поведение ну в той же школе да вот это нужно разбирать эээ поскольку вы тогда эээ были ребенком что я полагаю 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 что опирались вы в основном на внешние источники информации вот на внешние какие-то установки на внешние какие-то эээ предписания эээ вот эээ родителей например ну в частности да именно ээээ своих родителей вот и соответственно 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 именно эти эээ прописания ваших родителей и нужно разбираться то есть что это были за да прописали эээ 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 эээм эээм с чем они были связаны ээээ в чем они ээээ шли на пользу вам ээээ в чем они не шли на пользу вам да вот эээээ ээээ все это нужно анализировать для того ээээ чтобы лучше иметь представление о том эээээ вследствие чего вы ээээ являетесь ну вот ээээм тем, кем являетесь являетесь у нас то есть вот ээээм ээээм такого рода анализ что это работа, это работа над собой. Дальше, эм, так, подруг нет, с этим тоже проблема, желание познакомиться есть. А для чего желание познакомиться? Зачем? Особенно, если вы сейчас приезжаете в отпуск на два раза в год только. Для чего? С какой целью? Все никак, ну, по сути, это вот, знаете, так, или случай не тот, или идти надо куда идти, или еще что-то, в общем, начать не получается, весь какой-то закованный становлюсь, ну, не принимайте себя, не принимайте себя, объяснивайте. Только смотреть остается как смотреть, хотя таковым себя считать не хочется, хочется стать открытым, и быстро осваиваться в новую обстановку. ну, для этого нужны навыки приобретать, для этого нужно учиться, для этого нужно работать, опять же. Вот. То, что творится в голове словами не описать, постоянно приходится бороться с собой и уходить от снижения самооценки и самолюбия. Нужно не уходить от снижения самооценки и самолюбия. Потому что, ну, любой уход, это по факту, это избегание, да, то есть механизм психологической защиты. Вот. То есть, по сути, это, ну, для вас это, по сути, только лишь негатив. Вот. Избегать не нужно, вы, вы этим ничего не добьетесь. Вот. Нужно, скорее, определить, кто именно обесценивает вас. Кто обесценивает, зачем обесценивает, для чего обесценивает, какой целью обесценивает, да. То есть, это же не вы сами себя обесцениваете. Ребёнок, ребёнок, он ведь повторяет, значит, слова, которые сказали ему значимые для него фигуры, фигуры. Вот. Сам ребёнок, он, он, как бы, вот сам человек, он себя не может обесценивать. Он, наоборот, считает себя самым лучшим. Вот. Так что здесь, ещё раз повторю, именно избегать никуда не надо. Именно, бороться не надо. Здесь нужно именно, вот, отделяться, да. Когда звучит мой голос, то есть, то, чего я хочу. Вот. И, соответственно, аналог. То есть, мои желания и аналитические способности, это мои, это ваши, это вы. А то, что сверху, да, это родительская бабушка. Все это нужно анализировать. Все это нужно исследовать. Все это нужно изучать. Да? Вот. То есть, грубо говоря, от голосов, которые звучат у вас, ну, в сознании, вы не избавитесь. Ну, потому что это невозможно. Они всё равно будут звучать. А вот сделать так, чтобы они были довольны, сделать так, чтобы вы их не вызывали. Вот. И делать так, чтобы вы, умели их, а, э, приструнить, это вполне можно. Но ещё раз повторю, для этого нужно работать. Работать в первую очередь, именно над собой. Вот. Это нужно понимать. Но покажу. Ещё раз повторю. вы сами можете поработать над тем, чтобы отследить, когда говорите вы, или когда, грубо говоря, что-то делаете вы, когда вы это делаете потому что хотите, и когда вы это делаете потому что там, грубо говоря, надо, и так далее, и так далее, вот, отслеживайте это, хотя бы по эмоциональным, значит, всплескам, вот, отслеживайте и у вас, я думаю, все получится тогда, если вы это будете делать. Дальше, эм, так, ну вот понятно, да, что это не вы себя кнопите, а некие фигуры, родительские или другие мячные фигуры, возглавляет. Дальше, давно я знал, что у меня проблемы и что нужно себя исправлять, нужно было общаться в школе. Эм, ну, то, что у вас проблемы, да, это я согласен, то, что исправлять себя, да, об этом, ну, об этом я, в принципе, говорил уже, что к исправлению, именно к исправлению я отношусь в целом негативном, потому что исправлять это значит подавлять, исправлять это значит, ага, ну, по факту, подстраивать, подстраивать, вот, и я не думаю, что вам это поможет, вот, когда вы говорите, что вам нужно было, нужно было общаться в школе, да, это опять же говорить не вы, потому что у вас ресурсов для общения в школе не было, если бы были ресурсы, бы я общалась. Я не думаю, что вы от, от хорошей, знаете, от хорошей жизни, да, не общались в школе, вот, вы это делали не потому, что не хотели, а потому что не могли, вот, а обвиняете сейчас, опять же, обвиняете сейчас себя, не вы, как может показаться на первый взгляд, а опять же, скорее всего, это делают ваши родительские фигуры, ну, которые вот у вас имеют место быть, вот, и с этим нужно разбираться, вот, что это за родительские фигуры такие, чего они хотят от вас, вот, а тут у вас проблемы, да, это действительно так, но, знаете, как бы, то, что проблемы есть, это здорово, что вы осознаете. Вот, теперь, следующий шаг, это работа, это работа в направлении решения этих проблем, вот. и так далее. И вопрос заключается в том, ну, готовы ли вы к этому, да, потому что, если, например, не готовы, то по факту, всё, что вы написали, это всё, ну, вообще, не имеет никакого смысла. Всё останется. Как было, как было у вас, да? Дальше, да, сейчас самооценка более-менее нормальная, не такая, как в школе, но при виде знакомых, у которых есть девушка, у которых есть девушка и общественный интеллект более развит, и осваиваются они лучше, приходится мне себя успокаивать. Ну, то есть, по сути, речь идёт о неком таком механизме, сразу сравнили себя с другими людьми, вот. И арендация на какие-то внешние, опять же, ну, внешние ценности, внешние факторы, внешние моменты, вот. и происходит. Снова происходит игнорирование того, что вам самому важно для себя. Вот. То есть, только по тому, что вы не такой, как другие, вы чувствуете себя, ну, как-то вот, негативно. Это проявление вашей неуверенности. То есть, дело не в том, что есть у других людей. То есть, дело не в том, что есть у вас, как вы раскрываете то, что есть у вас. И когда вы примете себя таким, какой вы есть, я полагаю, что вы тут же сможете раскрыть весь свой потенциал, все свои способности, все свои положительные стороны. Вот. И это приведёт к тому, что вы, ну, добьётесь того в жизни, чего вы достойны. Для этого нужно ориентироваться и что-то поставить. Именно на себя. Именно на себя, на вот то, что вы делаете. И не на знакомство с другими людьми, а на дело. Ну, это всё. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы можете сделать его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.